Изменения в законе о ветеранах труда вступили в силу этим летом. В трудовой стаж теперь входят периоды срочной службы в вооруженных силах, вне зависимости от территории, с которой призвали в армию. В предыдущей версии закона служба в армии шла в стаж только в том случае, если призывник шел служить из Самарской области. К внесению изменения в этот очень важный закон, мы рассмотрели его в первом чтении на заседании регионального парламента. Сегодня мы выносим его на второе чтение. Практически не поступило никаких замечаний и рекомендаций, но тем не менее, на наш взгляд, он требует детального обсуждения, детальной проработки. За присвоением звания ветерана труда могут обратиться граждане, имеющие различные награды. Например, почетный гражданин Самарской области, знаки отличия за заслуги перед Самарской областью и материнская доблесть. При этом нужно, чтобы трудовой стаж был не менее 20 лет. Кроме того, почетное звание ветеран труда может быть присвоено, если общий трудовой стаж больше 35 лет у женщин и не менее 40 у мужчин. За гражданами, которые на дату вступления поправок имели требуемый трудовой стаж на территории Самарской области, но по каким-либо причинам не обратились за присвоением звания ветеран труда Самарской области, сохраняется право на присвоение звания. В 2018 году более 4 тысяч человек получили звание ветерана труда Самарской области. Всего же его присвоили почти 60 тысячам человек. Депутаты выступили с инициативой добавить в список наград, на которые обращают внимание при выдаче звания ветерана труда, ведомственные. Решение комитета вынесут на рассмотрение в региональный парламент. Мария Левина, Григорий Пельшаков. События.